До Нового Года еще три недели, но в Запорожье уже прибыл Дед Мороз. Вместе со Снегурочкой поделился планами на предстоящий праздник в театре имени Магара. Совсем скоро там откроется волшебная почта, где маленькие запорожцы смогут отправить письма для главного новогоднего героя. Есть в мешке Деда Мороза и кое-что для взрослых. Об этом и других новогодних сюрпризах в сюжете Полины Спасенко. Чтобы подарить волшебное настроение, необязательно дожидаться 31 декабря, уверены главные эксперты по Новому Году Дед Мороз и Снегурочка. Рассказали, в Украину идет год козы. Колоритную героиню народных сказок пригласили поздравить и запорожцев. Коза с нами пограет, обовязково подарит нам много несподиманок. Безподиманок коза на Украине – это символ богатства и добробута. Новогодними секретами делится Снегурочка, а в жизни актриса драмтеатра Магара Олеся Плохоткина. Говорит, в этом году их творческий коллектив подготовил для юных зрителей особенный подарок. Дед Мороз запросит всех на казку, чудовую зимную казку, которая называется «Морозка». Это казка про самого Деда Мороза, про любовь, про чудеса, которые появляются с любовью. И мне очень хочется, чтобы дети выходили после нашего света с наткнением. Не забыли в Театре Магара и о взрослых. Для этой категории зрителей проведут праздничный концерт. Программа вышла пестрой. Песни из мультфильмов, фрагменты известных оперет, хиты советской классики. Постарались учесть пожелания и молодежной аудитории, и старшего поколения. Это незабытые ретро-песни. Такой концерт у нас получается очень теплый, трогательный. И я думаю, что в течение концерта человек, побывавший в зале нашего театра, загадавший желание, обязательно в новом году получит совершение этих желаний. На новогодних и рождественских праздниках торжества в Театре не закончатся, обещают актеры. На Крещение подготовили традиционный цикл «Пять крещенских вечеров». В этом году один из них посвятят спектаклю-рекордсмену, который идет на сцене драмтеатра уже 40 лет подряд, сменив 4 поколения актеров. Это спектакль «Сватанья на Гончаривце». Выдающийся украинский водевиль Квитки Основьяненко и Кирилла Стыценко. Он будет идти в один из вечеров, где мы попытаемся представить ныне живущих представителей, главных героев этих. Там Скорик, Матый Батько, Уляна, в Сице, в Эконавте. В трех поколениях будут представлены в один вечер, и все их могут увидеть. Это рекорды Гиннеса в полном смысле слова. Пока творческий коллектив проводит последние предпраздничные репетиции, юные запорожцы уже могут писать письма с пожеланиями на Новый год, говорят в театре. Почта Деда Мороза откроется 7 декабря. Принести заветный конверт приглашают всех, кто по-настоящему верит в чудеса.